Всем привет! В этом видео я научу вас пользоваться арендованными шрифтами от RentaFond на примере разработки макета афиши. Для работы нам понадобится приложение Fondagent, которое осуществляет связь между шрифтами на сервере RentaFond и вашим компьютером. Приложение вы найдете на сайте rentafond.com в разделе Fondagent. У меня Fondagent уже установлен и запущен, поэтому я готов к работе. Разработку плаката я начал с этого эскиза. Здесь предполагается два текстовых блока. По эскизу был собран макет, который фактически закончен. Осталось только подобрать шрифты для титульного блока и информационного текстового блока. По эскизу здесь необходим красивый геометрический гротеск, достаточно светлый и с круглыми овалами. Сейчас я воспользуюсь поиском от RentaFond. Я кликаю поиск шрифтов и буду искать шрифт без засечек. С максимально скругленными овалами и параметром жирность, установленным в диапазоне от сверхсветлых до светлых. Результаты поиска RentaFond показывает в этой части экрана. Обратите внимание на иконки. Иконка FA говорит о том, что это начертание сейчас доступно для аренды с помощью Fondagent. Я могу применить фильтр выдачи FA для того, чтобы RentaFond показал только шрифты, готовые к аренде. И сейчас это 28 начертаний в 8 семействах. На мой взгляд гарнитура ЦРЦЕ отлично подойдет для такого плаката. Это модный геометрический гротеск со светлыми начертаниями. RentaFond показывает только 3 начертания из 6. Я могу развернуть это окошко, чтобы увидеть все начертания. Вот, например, начертания Regular, Bold и Extra Bold, которые не соответствуют критериям поиска. Для этого проекта я арендую все 6 начертаний. Для этого я кликаю по каждому начертанию один раз. И меню внизу экрана говорит о том, что выбрано 6 начертаний. Теперь я кликаю «Арендовать шрифты» и RentaFond предлагает две опции. Добавить шрифты в существующие проекты или создать новый проект. Я создам новый проект, который будет называться «Выставка иллюстраций». Отрасль, то есть чем занимается заказчик. Искусство. И разработки, печатная реклама. Я сохраняю проект. Проекты от RentaFond помогают организовать рабочее пространство. Таким образом, всегда можно вспомнить, с каким именно начертанием вы работали над тем или иным проектом. Сейчас я кликаю «Арендовать шрифты» в проект «Выставка иллюстрации». И RentaFond передает все шрифты в запущенное приложение Fondagent. Осталось выбрать срок аренды. 10 минут, 1 час или 8 часов. Сейчас для работы мне вполне хватит 10 минут. Я кликаю «Ок» и шрифты добавляются в аренду. Теперь я могу работать. Я открываю Adobe Illustrator. И для начала отстрою титульный блок. Выделяю блок. И в списке шрифтов ищу гарнитура Церцея. Выберем начертание Regular. Нет, скорее потоньше. Церцея Extra Light. Да, это работает лучше. Теперь информационный блок. Я выделяю текст. Ищу Церцею. Выбираю Церцея Extra Light. Для времени и даты я хочу выбрать шрифт пожирнее. Выделяем текст. И выбираем начертание Bolt. Если будет необходимо поиграть с рощерками, то в меню Glyph вы найдете очень много дополнительных фич OpenType, которые все доступны в режиме аренды. Собственно, вот макет готов и я могу показывать его заказчику. Я арендовал шрифты на 10 минут, чтобы проверить, подойдут они для моего макета или нет. Также я понял, какие именно начертания мне пригодились. Теперь в приложении Fontagent для начертания Церцея Extra Light я могу добавить срок аренды до 8 часов. То же самое я сделаю для начертания Церцея Bolt, потому что эти начертания вошли в макет. Теперь этот макет можно обсудить с коллегами, отредактировать, найти и исправить возможные ошибки в тексте. Все нужные для этого шрифты доступны на целый день. Кстати, когда вы работаете со шрифтами в режиме дневной или недельной аренды, у вас есть очень полезная опция. Шрифты, арендуемые на длинный период, доступны вам 8 часов в течение суток и 40 часов в течение целой недели. Если вам нужно сделать перерыв в работе, вы можете поставить счетчик времени на паузу. Такая же пауза будет, если просто выключить Fontagent в конце рабочего дня. В течение суток или недели вы можете вернуться к работе в любое удобное время. На этом все. Надеюсь, эта информация вам пригодится. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше интересного о наших сервисах. Задавайте вопросы в комментариях и ждите новых скринкастов. Хорошей вам аренды. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok